Минувшую ночь и сегодня утром полиция Чебоксар ловила медведя. Все началось с того, что дикий зверь попал в кадр видеорегистратора автомобиля в одном из районов города. О похождениях Косолапова Ольга Пырочкина. Неспокойным выдалось сегодня утро у специалистов службы по отлову животных, полиции и наших коллег Дмитрия Ковалева и Алексея Сусликова, которые первыми из СМИ оказались на месте. Но обо всем по порядку. По улицам Чебоксар ходят медведь или даже два, мать и детеныш. Такие сообщения стали поступать минувшую ночь в дежурную часть полиции города. Первое пришло из микрорайона Соленоя. Мы сразу отправили туда на место, где их видели 4 экипажа ГИБДД, ППС с включенными мигалками. Задача была отсечь жилые массивы. Задача была выполнена отлично. Медведица у нас в жилой сектор не пошла. А медвежонок, вероятнее всего, в этот момент от матери отбился и продолжил свой, так сказать, маршрут по городу Чебоксары. Затем молодого медведя видели в районе складского проезда. Его зафиксировали камеры автозаправки у энергозапчасти. Дальше он двинулся на складской проезд и потерялся у нас в районе ЖБК-9. Соответственно, всю ночь наши сотрудники в районе микрорайона Соленоя продолжили поисковое мероприятие по поиску матери медведицы. Потому что она все равно представляла опасность. Общими усилиями, как мы предполагаем, она все-таки уплыла за Волгу. Нашелся медведь уже утром в районе оврага по улице Хевишская. Туда полицейские вызвали специалистов по отлову животных. Одной дозы для полутора или двухгодовалого медведя оказалось мало, а вколоть вторую – уже рассерженному зверю. В стрессовой ситуации непросто. Тем не менее, примерно к 10 утра задача была выполнена. Животное уснуло. Этим летом в Щебоксарах уже ловили косулю и появлялось видео со стаей кабанов. Однако случаев, чтобы по городу ходил медведь, специалисты не помнят. Это Россия. Жутковато. Этот медведь в любой точке Чебоксар сегодня бегать может. Админ природы информацию о том, что медведей было двое, в итоге не подтвердили, но и не опровергли окончательно. Хоть в объективы камер попадало одно и то же животное, специалисты в ближайшие сутки прочешут окрестности и изучат следы. На случай встречи с медведем рекомендации следующие. Постараться спрятаться и не привлекать внимания. И уж тем более не пытаться снять поближе на телефон или сделать селфи. И незадолго до эфира МВД Почувашия прислала нам вот такие кадры. Медвежонка отпустили на волю в заволжских лесах. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев. Республика. Продолжение следует...